Голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, разработанных Центр-Избиркомом и Роспотребнадзором. Это сделает процедуру максимально безопасной. На избирательном участке, оборудованном по всем правилам, сегодня побывала наш корреспондент Мария Никитина. Чтобы попасть на участок, посетитель должен пройти через рамку металлоискателя, затем измерить температуру. Если она в норме, участнику голосования обработают руки антисептиком и выдадут одноразовые перчатки и маску. Надевшую эту участник, голосование проходит к столу члена участковой избирательной комиссии, которая работает со списками участников голосования. Обратите внимание, что расстояние между участником голосования и членом участковой избирательной комиссии полтора метра. Гражданин предъявляет паспорт на расстоянии, член комиссии сверяет данные со списком и под роспись выдает избирателю одноразовую ручку и бюллетень. Затем в кабинку для голосования. Они на этот раз выглядят иначе. Согласно рекомендациям Центра избиркома, кабинки для голосования по поправкам в Конституцию должны быть без передней шторки. Это сделано для того, чтобы минимизировать прикосновения избирателей к одним и тем же предметам. После голосования человек выбрасывает средства индивидуальной защиты и проходит еще одну процедуру дезинфекции. Чтобы потоки людей не пересекались, на избирательных участках сделали отдельные входы и выходы. Во избежание скопления граждан в помещениях вместо одного дня голосования будет семь. Порядком проведения общероссийского голосования предусмотрена возможность растянуть на семь дней, то есть с 25 по 30 до дня голосования и в сам день голосования возможность проголосовать. Соответственно, до дня голосования, вот с 25 числа участковые комиссии будут готовы как предоставить возможность проголосовать в помещении для голосования, так и вне помещения. Тем, кто по той или иной причине не сможет прийти на избирательный участок, дадут возможность отдать свой голос бесконтактно, на дому. Если участник голосования по какой-либо причине не может прибыть на участок, он может подать заявление о голосовании вне помещения. Лично или через других лиц. Но, как правило, это звонок по телефону. Участковая комиссия принимает эту заявку и для каждого такого гражданина готовится специальный пакет. В него вкладывают бюллетень, заявление, индивидуальную ручку, бактерицидную салфетку, перчатки и маску. Член участковой избирательной комиссии в защитной одежде передает гражданину пакет, не заходя в квартиру. Избирателю остается поставить отметку на бюллетене и расписаться в заявлении. Мария Никитина, Артем Валевич, Новости ОТС.